У нас еще одна презентация. Джоэл Уильямс, эксперт Интегрэйти Цоэлс, независимый преподаватель в области питания растений, комплексных подходов к устойчивому производству продуктов питания. Все же просьба постараться уложиться в эти 18 минут, и желательно немножко поменьше, чтобы было время для вопросов. Пожалуйста. Итак, я начну. Большое спасибо за представление. Большое спасибо, что пригласили меня на конференцию. Я очень рад быть здесь. И я попрошу вас переключать слайды. Итак, еще раз большое спасибо. Итак, начнем нашу презентацию. Конечно, в сельском хозяйстве, когда мы должны уделять первостепенное внимание на количество сельхозпроизводства для того, чтобы кормить население, мы все больше зависим от внешних источников, то есть от удобрений. Однако, с другой стороны, мы должны понимать, что если мы принимаем слишком большое количество удобрений, это может оказать негативное влияние на микробиоту и на экосистему в целом. К примеру, конечно, нам нужны азотистые удобрения, но мы понимаем, что утечка азота очень-очень высокая, и это оказывает также негативное влияние на экосистему. И мы можем привести к дисбалансу азота, в частности, в ряде регионов. Вы можете увидеть это на карте в Азии, в Европе, в Северной Америке. И мы видим накопление азота. И, конечно, это может оказать негативное влияние на качество воды, на здоровье растений и на целый ряд других показателей, в том числе на парниковые выбросы. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме того, у нас есть способность, возможность использовать азот из атмосферы. В атмосфере около 70% азота. Однако для того, чтобы оптимизировать процессы фиксации азота, нам необходимо создавать такие системы сельского хозяйства, которые позволят нам это сделать. К сожалению, те удобрения, которые мы используем, оказывают негативное влияние на способность экосистемы к фиксации азота, в частности, на азотфиксирующую способность бактерий. Мы понимаем, что азотфиксирующие бактерии живут в основном у бобовых, однако есть и ряд других бактерий, которые также могут фиксировать азот. И мы оказываем на них негативное влияние, когда используем азотистые удобрения. Был проведен эксперимент, около 40 лет он длился, и в этом случае оказалось, что азотфиксирующая способность почвы снижается на 50%, если мы используем такие удобрения. То есть мы должны понимать, что наши удобрения оказывают и негативное влияние на способность самой почвы фиксировать азот. И фактически мы мешаем почве самой усваивать азот из почвы. Следующий слайд. И это также относится и к фосфору, и в частности к микоризе. А микориза – это очень полезный гриб, который как раз позволяет в почве фиксировать фосфор. Фосфор является одним из ключевых элементов для растений, и поэтому удобрения используются довольно высоко, довольно часто. Однако использование этих удобрений оказывает негативное влияние на саму микоризу. Мы должны также понимать, что микориза не просто фиксирует и переводит фосфор в активную форму, а микориза также позволяет удерживать влагу, оптимизировать структуру почвы, и имеет ряд других положительных эффектов. И когда мы используем избыток фосфора, мы нарушаем и этот баланс. Следующий слайд. Мы должны понимать, что в почве существует огромное количество микроорганизмов, не только те, которые фиксируют азот и переводят фосфор в активную форму. Они обеспечивают циркулирование всех микроэлементов. Именно они переводят микроэлементы и минералы из неактивной формы в ту форму, которую могут усваивать растения. И эти микроэлементы уже находятся в форме, которую могут усваивать растения, а ряд могут быть усвоены только после действия микроорганизмов. И в целом мы должны понимать, что есть целый ряд микроэлементов, и все, что нужно растениям в почве уже есть. Есть подгруппы этих микроэлементов с точки зрения доступности. И то, что может сделать эти элементы доступными, это именно микроорганизмы. Именно поэтому мы должны видеть баланс между теми удобрениями, которые мы вносим, и тем вредом, который они могут оказать на экосистему почвы. Следующий слайд. Следующий. И здесь вы можете увидеть ряд микроорганизмов, которые живут в почве. От микроорганизмов до уже макроорганизмов. Здесь у нас есть и бактерии, и грибы, и простейшие, которые играют очень важную роль с точки зрения активации микроэлементов. И у нас есть также организмы более высокого уровня организации. Это и насекомые, и черви, которые поедают бактерии и фактически делают элементы, которые находятся в них, доступными для растений. Также мы видим и насекомых, как я сказал, и червей. И кроме того, очень важную роль играют и грибы. И с точки зрения червей, они играют важную роль не только с точки зрения активации микроэлементов, но они обеспечивают ее структуру, обеспечивают, формируют поры, что также играет очень важную роль. Именно поэтому мы должны очень внимательно относиться к тому, как мы воздействуем на нашу почву. И мы должны фактически заботиться об этих микроорганизмах. Мы должны питать эти микроорганизмы. Есть различные способы их питания. Следующий слайд. И для того, чтобы кормить эти микроорганизмы, мы должны понимать, что они сами не могут производить углерод. А большинство из них не могут фотосинтезировать. А это могут делать растения. И именно растения могут как раз синтезировать органические вещества из углекислого газа. И таким образом они сами представляют собой органическую биомассу. И таким образом являются пропитанием для микроорганизмов. И в результате микроорганизмы, чтобы активировать микроэлементы, которые находятся в почве, сами должны получать питание. И они получают это питание из растений, которые разлагаются. И мы видим, что цикл фактически замкнулся. То есть мы должны понимать, что здоровье почвы основано на углероде, который поступает в почву от растений. Следующий слайд. Однако растения непросто фактически вдыхают углекислый газ и формируют глюкозу. Но пока они живы, они также позволяют, также выделяют углерод в форме корневых эксудатов, пока они еще живы. И углерод поступает в почву в форме целого ряда химических элементов. Это и моносахара, это и разветвленные углероды, и также аминокислоты. Там тоже есть углерод. И все это питает микроорганизмы. И именно корневые эксудаты питают микроорганизмы. И именно корневые эксудаты являются одним из основных источников питания, и они позволяют нам поддерживать здоровье почвы. То есть, с одной стороны, растения фактически поглощают углерод и выделяют углерод. И именно это является ключом к пониманию восстановления экосистемы. Следующий слайд. И на самом деле, если мы подумаем о процессах формирования почвы, то мне очень нравится одна фраза, что почва без биологии – это фактически геология. И на самом деле, именно жизнь, именно фотосинтез, именно действие микроорганизмов, именно их взаимодействие позволило сделать обычные камни реальной почвой, которая может рождать новые растения. И если мы уничтожим всю биологию, мы вернемся к обычным камням. Мы не сможем ничего выращивать, поскольку только живые процессы могут активировать те элементы, которые находятся в камнях. И только так мы можем формировать реально здоровую почву. И с одной стороны, мы видим, что формирование почвы полностью зависит от биологии. И с другой стороны, если мы говорим о сельском хозяйстве, то растения также замыкают эту цепочку, поскольку они позволяют поддерживать жизнь тех микроорганизмов, которые изначально формируют почву. То есть мы должны видеть все элементы, понимать, как они взаимодействуют. И только так эта циркуляция микроэлементов, циркуляция углерода позволит нам сохранить наше здоровье почву. Следующий слайд. И вот здесь сегодня все активнее используются практики ПРЗ. И в частности, покровные культуры позволяют нам увеличивать плодородие почвы. В частности, использование различных смесей покровных культур, использование бобовых позволяет нам увеличить длину корней, разнообразие корней и разнообразие тех эксудатов, корневых эксудатов, которые кормят микроорганизмы. И все это позволяет создавать органическое вещество почвы. И мы должны увидеть, что именно эти ресурсосберегающие практики позволяют нам поддерживать жизнь микроорганизмов. Но мы должны понимать, что растения – это не только то, что у нас находится над землей, но и то, что находится под землей, поскольку корни зачастую являются не менее важной частью растений, чем надземная часть. Мы должны понимать, что именно это двигатель здоровья почвы. Следующий слайд. И здесь было проведено исследование. Это фактически мета-анализ, который исследовал другие исследования и свел их результаты воедино. И было сделано заключение на основании 60 других исследований, где изучались эффекты покровных культур. И в целом оказалось, что использование покровных культур значительно увеличило количество микроорганизмов, их активность и разнообразие. Их количество увеличилось на 27%, их активность на 22%, а разнообразие не так сильно, на 2,5%, но все-таки. Таким образом, мы понимаем, что использование покровных культур в первую очередь помогает жизни микроорганизмов. Многие фермеры очень стали интересоваться почвенной микробиологией. И мы должны понять, что самый надежный способ поддерживать их жизнь – это выращивать растения, потому что корневые эксудаты позволяют нам кормить микроорганизмов и сохранять здоровье почвы. Следующий слайд. И вот здесь вы можете увидеть, как мы можем использовать миксы покровных культур и каким образом это влияет на состояние корней. Слева вы можете увидеть монокультуру. Мы можем увидеть, что здесь очень неразвитая корневая система. И с другой стороны, мы, конечно, понимаем, что монокультуру тоже можно выращивать, в этом есть свои плюсы, но чем более разнообразны корневые системы, тем более разнообразны корневые эксудаты, и тем более разнообразны микробиота почвы. Вы можете увидеть, какой длины эти корни. Вы можете увидеть, какое разнообразие этих корней. И все это позволяет нам увеличить разнообразие взаимодействия микроорганизмов. Мы таким образом подходим к синергии различных организмов, которые живут в почве и над почвой. И только так мы можем добиться реальных результатов. Мы можем ускорить восстановление почвы. И именно разнообразие корневых систем позволит нам добиться таких результатов. И кроме того, чем глубже корневая система, тем лучше мы можем активировать те микроэлементы, которые находятся в более глубоких слоях, что также оказывает положительное влияние на функционирование и на жизнедеятельность растений и восстановление почвы. Следующий слайд. И кроме того, мы должны понимать, что использование, вот здесь также вы можете увидеть, что использование поликультур очень положительно влияет на корневую систему, как я сказал, и на взаимодействие. Но, конечно, мы понимаем, что эта технология довольно сложная. Сейчас развивается технология промежуточных культур, но я понимаю, что это не так просто. Но я хочу донести следующее сообщение. Даже переход от одной культуры к системе, где у нас выращиваются два растения, уже значительно улучшает структурные свойства, химические свойства почвы, и в целом это позволяет улучшить растворимость микроэлементов. И это особенно относится к бобовым, поскольку мы знаем, что бобовые помогают накапливать азот, и очень хорошо, если мы можем комбинировать бобовые и злаковые культуры. Таким образом, они поддерживают друг друга, компенсируя функции растений. И даже если мы переходим от системы одной культуры к системе двух, то мы не получаем просто два, не получаем просто две системы. Мы на самом деле получаем три и более системы на фоне их взаимодействия. Следующий слайд. И также это играет очень важное значение, если мы говорим о разнообразии культур. Мы сегодня получаем огромное количество информации относительно того, каким образом формируется органическое вещество почвы. Раньше считалось, что органическое вещество почвы в первую очередь формирует растительная биомасса, разлагающая растительная биомасса. А сегодня мы должны понимать, что это правда лишь наполовину. Около 50% органического вещества почвы формируется на самом деле в результате деятельности и фактически самих микроорганизмов. Это микробная биомасса, органическая микробная биомасса. И это, как я сказал, составляет 50% органического вещества почвы. Таким образом, если мы хотим повышать органическое вещество почвы, нам необходимо оптимизировать не только роль, не только растения, не только активно управлять растительными остатками, но и, с другой стороны, нам необходимо повышать жизнедеятельность микроорганизмов. И это секрет к этому, основной путь к этому – это сохранение живых корней, потому что именно там проживает большинство микроорганизмов, и они кормят микроб. И после того, как микробы или растения отмирают, они сохраняются в почве, они стабилизируют почву, и только так мы можем приумножать наше органическое вещество. То есть основная идея состоит в том, что мы не можем акцентировать внимание только на растениях. Мы должны не забывать про микроорганизм. И точка пересечения – это именно корни. Следующий слайд. И также я бы хотел еще раз остановиться на том, как эффективно использовать углерод. Сегодня у микроорганизмов, у бактерий, у грибов, у них нет развитой системы переваривания. И именно поэтому они фактически не могут переваривать те растительные остатки, которые поступают в почву. И очень важно, чтобы они получали именно эксудаты. И поэтому, когда мы смотрим на растительные остатки, мы понимаем, что микроорганизмам не так просто их разложить. Необходимы очень большие усилия с их стороны, чтобы разлагать этот материал, в частности, олигнин и другие углеводы. С другой стороны, у нас есть корневые эксудаты. И этот источник углевода, он в первую очередь содержит в себе простые неразветвленные сахара. И микроорганизмы могут довольно легко и просто, и эффективно перерабатывать эти вещества. Таким образом, если вы хотите повышать эффективность деятельности микроорганизмов, необходимо давать им ту пищу, которую они могут переваривать. Поскольку если они получают корневые эксудаты, они фактически могут питаться и увеличивать микробную биомассу. С другой стороны, растительные остатки, которые они не могут разлагать, не дают такого хорошего источника. И следующий этап – это разложение уже самих микроорганизмов и увеличение органического вещества почвы. То есть, еще раз я бы хотела акцентировать внимание на том, что для роста микроорганизмов необходимо увеличивать количество живых корней. Конечно, я не говорю о том, что сохранение соломы – это плохо. Нет, это очень важно. Это позволяет нам сохранять и грибы, и сохранять структуру почвы. Но с точки зрения активности микроорганизмов почвы, нам нужны именно корневые эксудаты. Конечно, нам нужно обращать внимание и на обе системы, но не забывать, в частности, и о корневых эксудатах. Следующий слайд. Сегодня эти технологии играют очень важную роль. Именно поэтому так активно сегодня используются технологии ПРЗ. Нам необходимы все три элемента. Это минимальная обработка почвы, это постоянный почвенный органический покров и диверсификация для сохранения здоровья почвы. Следующий слайд. Кроме того, у нас есть не только технология ФАО – почвозащитного ресурса, сберегающего земледелие, но есть и другие принципы здоровья почвы. То есть, первое – это также минимальное механическое воздействие, а также это сохранение растительных остатков, а также это сохранение биоразнообразия. Но здесь мы также говорим о интеграции животноводства. Это просто некоторые принципы, некоторые примеры принципов, которые сегодня активно внедряются. Но самое главное, каким образом внедрять эти технологии, потому что в различных почвенно-климатических условиях будут различные специфические условия. И мы не можем гарантировать, что все принципы будут работать одинаково. Поэтому необходимы рекомендации относительно того, как интегрировать какие-то из них в различных условиях. Но в целом принципы можно использовать во всех условиях, на всех территориях, во всех странах. Следующий слайд. В целом у нас есть две школы, два подхода относительно того, как мы можем стимулировать рост микробиоты. Первый подход в том, что микроорганизмов уже достаточно, что нам самое главное их кормить. И для этого нам нужны специальные добавки, нам нужен активный севооборот, и нам нужно просто поддерживать здоровье почвы. Второй подход состоит в том, что микроорганизмов недостаточно, и нам нужно интегрировать другие микроорганизмы. И я в свою очередь думаю, что нам нужно сочетать эти два подхода. С одной стороны, конечно, мы должны поддерживать жизнеспособность тех микроорганизмов, которые уже существуют в почве. С другой стороны, мы должны привносить организмов извне, поскольку они могут стимулировать те процессы, которые недостаточно развиты. Следующий слайд. И вот здесь мы приходим к вопросу биопрепаратов. Сегодня активно используются такие препараты, как компост, компостные экстракты, различные анаэробные ферменты. Но мы можем на самом деле совмещать различные технологии. К примеру, те же компостные экстракты – это возможность создания компоста, а затем после добавления воды создавать жидкие удобрения. Также активно развиваются, как я сказал, анаэробные ферменты, которые активируют те процессы, которые недостаточно активны в почве. Также существует много различных промышленных препаратов, которые мы можем закупать. То есть мы можем приготовлять некоторые препараты непосредственно в хозяйстве, а некоторые препараты, конечно, приготовить в рамках хозяйства невозможно, в отличие от компоста. И поэтому мы вынуждены их приобретать. Однако многие из них играют, без сомнения, очень важную роль, и их использование также оправдано. Поэтому я считаю, что необходимо идти двумя путями. Необходимо, с одной стороны, стимулировать собственную микробиоту, а с другой стороны, необходимо вводить некоторые микроорганизмы извне в зависимости от потребностей. Следующий слайд. И я бы хотел привести несколько примеров извне. На самом деле мы редко задумываемся о том, как природа привносит наши микроорганизмы в почву. Если мы посмотрим на семя, то в самом семени уже есть микроорганизмы. И когда мы осуществляем посев, то именно эти микроорганизмы формируют первичную микробиоту вокруг растения. То есть фактически любое семя привносит новую микробиоту в почву. И затем этот микробиот распространяется вокруг. И здесь это можно назвать также биологическим препаратом. И уже эти новые микроорганизмы формируют новую микробиоту. Это не какой-то биопрепарат, промышленный биопрепарат. Это то, что происходит в природе каждый день. Следующий слайд. И оказывается, что эти микроорганизмы также поступают в почву. Многие микроорганизмы живут и на стеблях, и на листьях. И все они фактически формируют новое семя. И таким образом мы получаем новое поколение микроорганизмов, которые также поступают в почву. И затем они формируют уже следующее поколение микроорганизмов. И я считаю, что это очень важно, потому что микробиом растений практически не изучается. А очень важно понимать, каким образом микробиом растений взаимодействует с микробиом почвы. И нужно понимать эти поколения, как они изменяются, их динамику. Вопрос стоит в том, что первично. У нас есть семена, которые формируют микробиоту. И как фактически материнские семена и дочерние семена от растений будут взаимодействовать непосредственно с корневой системой самого растения. То есть здесь мы можем… У нас есть огромное количество возможностей с точки зрения изучения взаимодействия этих групп микроорганизмов. Следующий слайд. Именно поэтому я считаю, что очень важно обрабатывать именно семена, если мы хотим вносить новые микроорганизмы. Потому что таким образом они могут находиться в почве в течение длительного времени. Конечно, мы можем вносить их рядом, но более эффективно вносить микроорганизмы, биопрепараты прямо на семена. И таким образом мы увеличиваем время их нахождения в почве, поскольку в течение… Фактически мы не можем полностью изменить микробиом почвы, однако временно мы можем нести изменения, и это может оказать положительное влияние на состояние микробиоты и состояние здоровья почвы. Таким образом, именно внесение жидких биологических удобрений на семена, а внесение компостных экстрактов может оказать положительное влияние на растения. И в этом также очень важно, что именно такой способ внесения биопрепаратов наиболее экономичен, поскольку семена требуют минимального количества удобрений, до 10 литров на тонну семян. И можно использовать комбинации различных препаратов и минеральное удобрение, органику и сами микроорганизмы. Я считаю, что фактически это один из самых практичных способов внесения биопрепаратов, и это уже доказано. И мы можем фактически в промышленных масштабах распространять положительные микроорганизмы. Следующий слайд. Кроме того, можем использовать жидкие биологические удобрения. И в этом отношении здесь также это применение довольно эффективно. Здесь важно вносить удобрения непосредственно в борозду. И здесь положительный эффект состоит в том, что жидкие удобрения вносятся в борозду и распространяются на довольно большой площади. И это также стимулирует развитие корней, что вы можете увидеть на слайде. Даже если вы вносите небольшое количество, это может оказать положительное влияние. При этом мы можем сравнить это с внесением на семена. Конечно, они будут находиться более длительное время, но здесь мы видим, что взаимодействие происходит непосредственно с корнями. Это также преимущество жидких удобрений относительно твердых удобрений, потому что снизу вы можете увидеть, что диаметр распространения микроорганизмов намного меньше, в отличие от жидких. Следующий слайд. И последний, я уже подхожу к концу, это третья возможность использования биопрепаратов по вегетации. Я знаю, что используется это довольно часто, но я в целом считаю, что это наименее эффективный способ, поскольку он не дает того разнообразия и тех возможностей размножения микроорганизмов, как внесение жидких удобрений и обработки по семенам. Поскольку, если мы вносим непосредственно в почву, там микробы могут размножаться намного более эффективно. А если мы вносим по вегетации, то микроорганизмы подвержены целому ряду негативных факторов. Даже то же солнечное излучение – это недостаток микроэлементов, это влияние вредителей, поэтому я считаю, что это наименее эффективный способ. Следующий слайд. Итак, я подхожу к концу. Я бы хотел сказать следующее. В целом, здоровье почвы, без сомнения, это одна из наиболее важных тем, которые обсуждаются сегодня и должны сегодня обсуждаться. И одним из наиболее важных элементов здоровья почвы является микробиота. Именно микробиота позволяет нам сохранять здоровье корней и здоровье растений. И все это позволяет нам повышать плодородие нашей почвы. И нам нужно понимать, что с одной стороны, мы можем стимулировать развитие собственных микроорганизмов, а с другой стороны, мы не должны забывать о возможности вносить их извне. Они могут позволить нам ускорить процессы восстановления. И таким образом, я считаю, что эти две возможности мы можем использовать, и комбинация даст нам намного больше. Но для того, чтобы микроорганизмы и сельское хозяйство оказывали эффективное влияние, нам необходим системный подход. Мы должны видеть все элементы, которые сегодня разработаны и которые оправданы для внедрения. Нам нужны различные практики. Мы не можем ограничиться какой-то одной практикой. Здесь речь идет не просто о внесении какого-то экзогенного вещества. Нет. Мы должны думать и рассматривать его как элемент системы, как элемент здоровья почвы. Мы должны видеть все принципы здоровья почвы, и покровной культуры, и минимальная обработка. И только так, только системный подход может позволить нам изменить то состояние почвы, деградированное состояние почвы, в котором мы находимся сегодня. Большое спасибо. Еще раз большое спасибо. Большое спасибо. И мы переходим к следующему у нас докладу. Следующий доклад. Никита Андреевич Захаров, директор Акционерного общества Национальной товарной биржи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Now, bacteria have a very narrow ratio, more around 5 to 1, whereas fungi a little bit more higher. They're around 20 to 1, and then protozoa 30 to 1. So I would say that different organisms have very different ratios. And yes, in summary, the soil organic matter, once all of those organisms grow and die, grow and die, in the end, they seem to come out around about, yes, it's in that range, 10 to 1, 15 to 1, 20 to 1. I would say it's in that range. It's always a little bit different depending on the food source and then the processes that the microbes go through during digestion. So I think it's in that range. I wouldn't be so fixated that it's kind of one or the other. I think it's a continuum. It's a bit of a range of carbon to nitrogen ratios. Извините, не было перевода. Я бы хотела сказать, что да, непосредственно есть очень большие вариации с точки зрения отношения углерода к азоту. У растений это, как правило, 30 к 1, в то время как у микроорганизмов это даже меньше, где-то 5 к 1. При этом у грибов может варьировать до отношения 20 к 1, а у простейших и 30 к 1. То есть в целом у нас есть диапазон изменения значений, и в природе это постоянно изменяется с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что есть экзогенные источники внесения, которые могут повлиять на вот эти вариации. Но наша задача создать такую систему, чтобы природа сама поддерживала этот диапазон значений. Но это такой ответ на ваш вопрос. Спасибо большое. Наверное, мы будем переходить уже к следующим докторам. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.